Привет, друзья! Сегодня я хотел бы показать вам некоторые стихи из Библии и рассказать о круглых щитах. Есть большой щит, есть маленькие круглые щиты и меч или стрелы. Сегодня я расскажу, как работает маленький щит и как работают стрелы. Сначала давайте откроем Библию и посмотрим. Богу принадлежат щиты земли. Это находится в Псалом 47 глава. Вот, девятый стих. Теперь мы узнали, что все щиты принадлежат Богу. Теперь давайте откроем и посмотрим. Истинный Бог совершенен Его путь. Слово Его, слово очищенное. Он щит для всех, кто находит в нем убежище. И это находится в Псалом 18 глава. Так, и здесь же мы находим вот что. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение. Обнаружились русла потоков и открылись основания земли. Он сделал тьму своим укрутием вокруг него, как в шатер были темные воды, пустые облака. И получается, что он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение. То есть, он пускал стрелы и метал молнии. Так, теперь мы откроем Библию еще. Это находится Псалом 18 глава. Так, теперь, вот, Псалом 144. Моя любящая доброта и моя твердыня, моя укрепленная высота и мой избавитель. Мой щит, в нем я нахожу убежище. Он подчиняет мне народы. Вот здесь говорится мой щит. И в этом же 144 главе мы находим вот что. Сверкни молнией, чтобы рассеять моих врагов. Пошли свои стрелы, чтобы привести их в замешательство. Это значит, сверкни молнией, чтобы рассеять моих врагов. Пошли свои стрелы, чтобы привести их в замешательство. Значит, сверкни молнией, чтобы рассеять моих врагов. Пошли свои стрелы. Стрелы. Стрелы, молния. Молния и стрелы. Стрелы и молния. Что это означает? Сейчас мы в компьютерной графике посмотрим, как все это работает. Как вы видите, это круглое красное и вот эти стрелы. Вот это круглый щит, а вот это стрелы. Это большой щит. Большим щитом является каменный уголь. Это изолятор молнии. Отсюда корневая система поднимает полезные вещества к растению. Так, как это работает? Вначале, как мы узнали из Библии, происходит удар молнии. То есть позитроны падают на поверхность земли. И они как бы через каменный уголь над поверхностью распространяются. Позитроны, это положительные электроны. И когда электроны распространяются по поверхности земли, начинается замыкание древесных углей и дождевой воды. При этом образуется анион-гидрокарбонат. Анион-гидрокарбонат, это два водорода, углерод и три атома кислорода. И образуется катион водорода. Атомарный водород. Это не молекулярный, а атомарный. Вот. Теперь, что происходит? Позитроны молнии распространяются по поверхности земли. И выходят через эти растения. Ствол растения выходит. И от каждой этой стрелы она вылетает. Позитрон вылетает. И происходит ночью свечение. Вот. Позитрон вылетает. Вот. Когда. Позитрон входит в растения. Она где эта. Есть. Вылетает. Вот. Здесь стрела есть. Вылетает. Вот. По всем этим. Она вылетает. Позитроны плюсовые. Вот. Вылетает. И входит. В круглые. Вот. Например. Арбуз. Помидор. Ягода. Эти. Яблоки. Винограды. Все они являются круглыми щитами. Позитрон входит в эти круглые щиты. Так. И что в этом происходит? Когда позитроны от земли поднимаются. Позитрон поднимается и выходит. В это время от кислорода, от воздуха через эти иглы входят электроны. Электроны входят. Потому что плюс и минус притягиваются. Вот. Позитрон от этих иголок выходит. При этом минусовые электроны входят. Эти минусовые электроны начинают притягивать плюсовые катионы водорода. Вот. Плюсовой катион водорода начинает подниматься. Вот. Поднимается, поднимается. И она входит в эти стрелы. То есть листья растений. Дальше что происходит? Дальше происходит вот что. Энергия в начале, когда энергия входит, заряжается вот этот круглый щит или вот эти растения, например, арбуз. То есть она заряжается и во время зарядки, то есть когда поступает к нему позитрон, когда поступает позитрон, она является в это время, в короткое время, ну когда позитрон к нему поступает, она становится отрицательным. То есть когда молния бьет, позитроны поднимаются, она становится отрицательным. Электроны отрицательные. То есть отсюда, от круглого растения выходят электроны отрицательные. И эти электроны отрицательные, они начинают втягивать катионы водорода. Вот. Водород входит в эти ягоды, фрукты, растения, все круглые растения. Водород так от земли поднимается и проникает. Так, дальше что происходит. Дальше молния на какое-то время останавливается. И в это время уже этот круглый фрукт, она становится плюсовым. То есть она на время становится плюсовым. То есть она уже начинает тянуть, потому что она плюсовая, уже позитронная. Она начинает тянуть от земли через свои корневую систему. Вот корни растения. Через корневую систему она втягивает отрицательные. Отрицательные анион-гидрокарбонат. Это углерод, два водорода и три кислорода. Она образуется в результате замыкания древесного угля и воды. При этом этот анион-гидрокарбонат из-за того, что она отрицательная и анион, она поднимается к позитронной, позитронной, вот этой нашему ягоду или фрукту. Так, вот и поступает сюда. И таким образом наш маленький круглый щит, вот арбуз, начинает расти. И по мере поступления электронов или позитронов, она собирает то эти, то катионы водорода, то анионы, анионы-гидрокарбонат. Так, то есть во время удара молнии, когда молния ударяет в землю, она заряжается. И время зарядки, она отрицательная. И она отрицательная, и в это время она из-за того, что отрицательная, поднимает катионы водорода. А потом энергия позитрон от земли полностью выходит через эти стрелы. Когда выходит, после этого, после того, как она полностью выходит, она становится плюсовой. Круглый щит становится плюсовой. Поэтому энергия исходит от неё. Энергия плюс исходит, и она втягивает анионы-гидрокарбоната. То есть, минусовые молекулы. В это время происходит удар молнии, и она опять становится отрицательным. И из-за того, что она отрицательная, она втягивает катионы водорода. А потом, когда отсюда энергия выходит, молния не бьёт, она постепенно становится отрицательным. Ну, как бы, заряд расходуется. И при новой порции позитронов, при ударе молнии, она начинает втягивать опять эти катионы водорода. Эти круглые растения, они как конденсатор. То есть, от них энергия не выходит, конденсируется, а стрелы от них энергия выходит. Если энергия выходит, то к ним поступают отрицательные электроны. А она сама становится то положительной, то отрицательной. И от неё, как бы, энергия не уходит, но молекулы к нему поступают. После того, как наше растение увеличивается, растёт, при этом происходит разделение вот этого кислорода. Когда кислород крепится, ну, отделяется от растения, как бы, растение создаёт кислород. И эти кислороды, которые выходят от растения, позитроны, которые выходят от этих стрел, эти позитроны, кислород превращают в озон, создают озоновый слой. И кислород поднимается в небо, как озоновый слой. И таким образом, наше растение в результате этого получает 3 водорода, углерод. Ну, в общем, она получает все питательные вещества. Благодаря удару молнии, позитроном. А электроны находятся в этом, в воздухе. Итак, теперь, если вы будете внимательно читать Библию, то вы поймёте, что в Библии находится информация о стрелах и о молнии. Вот. Сверкни молнии, чтобы рассеять моих врагов. Пошли свои стрелы, чтобы привести их в замешательство. Это находится в Псалом 144. Предлагаю вам изучить остальные мои видео, в котором вы найдёте много полезной информации об этой теме. О том, как каменный уголь изолирует молнию. Молния распространяется по поверхности земли. И от всех растений происходит свечение. От этого растения растут быстрее. Вот так я коротко рассказал вам истину, которая находится в Библии, в компьютерной графике, в 3D-моделях. Спасибо за внимание. Продолжение следует...